В кустах. А что сейчас с Надькой? Как-то я ее не видела давно. Мало своих одноклассников я встретила. Был у нас вечер встречи выпускников. И вы поехали? Да, я поехала. Первый раз об этом рассказываю. Наверное, нехорошо, потому что кто-то увидит. Ну, расскажу, ладно. И прямо так меня звали. И звонки телефонные, и прямо телеграммы. Думаю, ну ладно, я поеду. А что? Раз так зовут. И я прям такая красивая. Бринбург говорит, уложилась. Глаза подвела. Такая вся в красивой шубе, с цветами, какие-то подарки. Приехала в школу. И думаю, ну не могу я в раздевалке сейчас эту шубу из шиншиллы повесить. И я так постучалась. Я говорю, здрасте, Синит, а можно я у вас шубу здесь брошу? Он сказал, там раздевалка. Я говорю, а у вас нельзя? Говорит, ну в раздевалке и повесьте. Думаю, ну ладно. То есть они вас не узнали? Нет. Во-первых, я думала, что, ну я же там ресницы, тончик, думаю, телевидение приедет. Ну как, я в этой школе училась, так звали. Думаю, ну гордость школы, в конце концов, сельская школа. Я речь подготовила. Ну, думаю, что я скажу выпускникам, что не бойтесь ничего. Вот вас всех стращает, какая трудная и тяжелая жизнь. Через что вам придется пройти, а вы там держитесь. Думаю, не надо держаться. Надо прямо сказать, вот верьте в себя, верьте в мечту. Не предавайте себе, если вы чего-то хотите, у вас обязательно получится. И в актовом зале я так захожу, все сидят. Мест нет. Ну я смутилась, честно говоря. Я думаю, ну хотя бы какой-то там пионер, и ко мне подбегут, и интервью скажут, нам для газеты. Вот что вы, да, у нас вот учились, а правда ли, и как они говорят, и можно с вами сфоткаться? Нет, вообще, как будто меня нет. И я так как-то так стояла, думаю, я говорю, а можно я сюда саду? Ну садись. Короче, я села, никто мне слова не дал никакого. Я пошла покурить, вышла там, покурила. Брату позвонила. Одноклассники-то ваши? Да, одноклассники в классе собрались, их было мало. Я говорю, а ни в кафе, нигде нет? Ну здесь нормально посидим в классе, а что? Я говорю, а курить можно здесь? Ну не знаю. Я говорю, ну дайте мы хоть как-то выпьем там, ну как-то соберемся. Может, все-таки сходим в кафешку куда-нибудь? А что тебе здесь не нравится-то? Я говорю, ну хорошо, ладно, мне все нравится. И как-то я так про себя думаю, я сейчас приеду с братом и выпью, и поговорю, и посижу. Вот так я съездила. Думаю, на черта я летала, зачем меня вот это выдернуло? А вот чтобы показать, как мне одна сказала, мы в Москве не живем, зато у нас дети здоровые. Я сказала, поняла. Вот какая-то такая вот нелюбовь. КОНЕЦ.